Это потрясающе, что я могу провести некоторое время с вами. Конечно, я бы предпочел находиться физически вместе с вами, но надеюсь, что в скором времени, как-нибудь, когда все уже успокоится наконец-то, в один прекрасный день, это станет реальностью для меня и для вас. Вы, наверное, знаете, как я люблю Валентина, Татьяну. Мы дружим с семьями еще со времен, когда мои дедушка с бабушкой знали их. Я их знаю еще когда с моего детства, и мы начали дружить, когда я был уже в старшей школе. Я очень сильно уважаю и Валентина, и Татьяну. Особенно Татьяну за то, что она вот так вот выдерживает Валентина. Ну, это шутка, конечно, но это потрясающе. И она потрясающая, что она все это проходит все эти годы вместе с ней. Ну, если серьезно, я действительно очень сильно люблю и Валентина, и Татьяну. Я благодарен за то, что я могу их называть друзьями. Для меня было честью, когда Валентин обратился ко мне и предложил поделиться чем-то с вами. У вас есть Библия, и я бы хотел, чтобы вы открыли некоторые места Писания. Мы некоторые из них пройдем. Откройте, пожалуйста, Деяния 2 глава, начнем мы оттуда, и сделайте также закладку в Римлянах 11 главе. Мы туда еще дойдем. Пока вы открываете эти места Писания, я знаю, что будет перевод с английского для вас на ваш язык, язык. И поэтому у меня большая надежда, что те слова, которые я буду использовать, они будут подобающим образом переведены, чтобы вы поняли всю суть того, о чем я здесь говорю. Мы будем говорить об определенных вещах, о которых, по сути, меня попросил Валентин. Итак, мы будем говорить вот о чем. О важности взаимоотношений между Церковью и Израилем. И вам стоит понимать, что когда я использую термин церковь, я говорю о нееврейской, взято в кавычки, церкви. Я говорю об экклесии по-гречески. И у нас будут места Писания, где написано как раз об экклесии. Но в своей сути я буду говорить о взаимоотношениях между верующими евреями и верующими неевреями, евреями и неевреями, как об экклесии, как о народе Божьем. Итак, мы разберем некоторые места Писания, которые я знаю, вам известны. И вот о чем я бы хотел вас попросить. Не ведите себя, как будто вы все знаете. Подходите к тексту таким образом, что вы смиряете себя, смиряете свое сердце и приходите к Господу с этим таким образом, что вы просите Духа Святого открыть вам нечто новое, чего вы не знаете. Через эти места Писания. Хочу сразу сказать вам комплимент, потому что вы являетесь студентами, теми, кто изучает Слово Божье. Мое личное мнение, что одной из самых важных вещей, в которые человек может вложить свою силу, свой разум, свое сердце и построить жизнь вокруг этого, это изучение Слова Божьего. И конкретно познание самого Бога. Именно так переводится слово теология, то есть познание Бога, изучение Бога. И кое-что хочу вам напомнить, вот перед тем, как мы перейдем уже к изучению, что теология — это не изучение изучения, это изучение уже самого Бога. Это выражение может показаться не особо содержательным для вас, но это не так. Запомните, студенты — это те, кто изучает что-то. Вот как я бы это сформулировал, так как мы являемся последователями Ишуа, мы являемся учениками, его учениками. Или на основании Писания, я верю, что так и есть, можно сформулировать это еще по-другому, что те, кто любят Его, они учатся. Мы постоянно учимся, но не просто учимся, потому что мы по статусу студенты, но мы прежде всего студенты, именно потому что мы уже призваны были и призваны учиться и изучать Его природу. И мы посвящаем всех себя и личным и близким отношениям с Явы, таким образом, что мы каждый день учим что-то о Нем, что-то, чего мы еще никогда не знали ранее. И сейчас, когда мы уже перейдем к самому занятию, давайте относиться к текстам, как смиренные студенты, ожидая от Духа Святого открыть нам сердце Бога и познать саму природу Господа, когда мы будем говорить о важности взаимоотношений между Церковью и Израилем. Надеюсь, что вы ведете записи, потому что я вам дам четыре вещи. Кстати, я еще надеюсь, что вы не только ведете записи того, что я говорю и того, что я делюсь от своего сердца и свои молитвы. Я также надеюсь, что Бог проговорит вам, поэтому будьте уверены, что когда Бог проговорит вам что-то через эти тексты, иллюстрации или это общение, убедитесь в том, что вы запишете это. Хорошо? И вот первая вещь из четырех, о которой мы поговорим, когда мы ведем речь об этих необходимых и важных для вечности взаимоотношений между Церковью и Израилем. Первое, это важно, потому что это в сердце Бога. Когда мы говорим о взаимоотношениях и о важности взаимоотношений между Церковью и Израилем, один из самых важных ответов на вопрос «почему?» и объяснение важности этой темы заключается в том, что это просто в сердце Бога. Я хочу обратить наше внимание на случай в Писании касательно Отца, Сына и Святого Духа, которые помогут нам понять саму сущность сердца Всевышнего касательно этих взаимоотношений. Но я не буду это делать в таком правильном порядке, начну с Духа Святого, потом поговорим об Отце, а потом уже поговорим о Сыне. Ой, Шуа. Итак, Деяние 2 глава. Я знаю, что вы знакомы с этим местом Писания, но одна из проблем или ситуации, которые существовали и существуют до сих пор в западном мире, там, где я живу, можно сказать, непроинформированном западном мире, в том, что многие рассматривают Деяние 2 главу как пятидесятница для язычников, будто бы что большинство из трех тысяч, которые вот спаслись в Деяниях 2 главе, что они будто бы были язычниками. Но к моему глубокому убеждению Деяния 2 глава отметает эти стереотипы. И я хочу вам это продемонстрировать. Деяния 2 глава, начиная с 5 стиха, читаем вместе. «В Ярушалаеме же находились религиозные евреи из всех народов земли». Очень часто в западном мире, и особенно вот среди христиан неевреев, фокус как раз приходится на слова из всех народов земли. Что это были люди, представители всех народов земли. Но кто эти люди были? Это были религиозные люди. Кто были эти люди? Они были как раз евреями. Это были религиозные евреи из всех народов земли. Деяние 2 глава 14 стих идет даже дальше. Петр проповедует этой группе людей, этой аудитории этим слушателям. Он обращается к ним и говорит «Иудеи и все находящиеся сейчас Иерушалаями». Да будет это известно вам. Затем 22 стих. Он говорит «Люди Израиля, послушайте вот что». Он обращается к своей аудитории. И он таким образом дает нам понять, что это за группа. В своем же послании он говорит о том, от тех, кому он обращается. Стих 36. «Итак, пусть весь дом Израилев твердо знает». Он подчеркивает одно и то же. А именно, к кому он обращается. К народу Израиля, людям Израиля. Теперь 41 стих. Все та же 2 глава книги Деяний. «Тогда люди, признавшие то, о чем он говорил, приняли погружение, и в тот день группе верующих присоединилось около 3000 человек». Вам это известно, и я точно знаю, что вы это знаете. Но реальность заключается в том, что многие в христианском, нееврейском мире, в церкви, смотрят на это и называют это Пятидесятницей, что не является неправильным, потому что это означает 50. Но вам известно, что Пятидесятница произошла на Шавот. И причина в том, почему так много людей находилось на улицах Иерусалима, именно в том, что мужчины должны были прийти туда на Шавот. Вот это и была аудитория Петра. Подумайте об этом. Деяние 2 глава. «Руах Хакодеш» – он просто веет. Он производит свое дыхание. Люди видят огненные языки пламени на людях, которые находятся в этом месте. Но любовь прежде, и что произошло перед этим? То, что происходит прежде, помогает нам понять глубину и особенную часть Божьего сердца. Дух Святой прежде всего изливается на еврейский народ, вплоть до того момента, пока мы не встречаем Эфиопов в 8 главе Деяний, а потом мы читаем о Корнилии в Деяне 10 главе, когда Дух Святой изливается на них и наполняет именно уже язычников. Большинство, если вообще не все верующие собрали в тот день вот эти три тысячи человек, и все эти верующие были евреями. Это не были язычники или не евреи. Я вижу здесь параллель с римлянам 1 главой 16 стихом. Во-первых, иудеям или евреям, а потом и эллинам или не евреям. Теперь посмотрим на сердце Отца. До этого это был пример излияния любви Духа Святого в отношении еврейского народа. Теперь посмотрим на Бога Отца. Вторая параллель поминут 6 глава. Откройте и прочитайте вместе со мной. Соломон здесь он цитирует или передает нам слова Господа, которые Господь Всевышний произнес. Послушайте эти слова. «С того дня, когда вывел я народ мой Израиль из Египта». То есть здесь очевидно, что речь об Израиле. «С того дня, когда вывел я народ мой Израиль из Египта, не избрал я города из всех колен Израиля для постройки храма, дабы имя мое было отмечено там. И не избрал я никого, чтобы ему быть властелином над народом моим, Израилем». Разве у кого-то еще есть сомнения, о каком народе идет речь? Кого Всевышний называет своим народом? 6 стих. «Вот что говорит всесильный Господь, но избрал я Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое». Просто подумайте об этом. «Из всех городов или мест на целом белом свете Господь говорит, но вот теперь я избрал Иерусалаем, как место, где будет пребывать мое имя и где оно будет почитаемо. И избрал я Давида, еврея, чтобы он был царем над моим народом». И вот здесь снова говорится о народе, о народе Израиля. Мы видим, как Господь с любовью отзывается о народе Израиля, о своем народе. Это его народ, его люди. Здесь в Соединенных Штатах, в Америке, есть выражение, оно сленговое или это просто устоявшаяся такая фраза, и я сам ей часто пользуюсь. Когда, например, я захожу в это помещение, и у меня там есть мои друзья. Частенько я восклицаю «О, мои люди! О, мои люди!» И все смеются, потому что они понимают, что мы друзья. Бог, Он как Отец, всемогущий Бог, Он говорит «Мои люди! Мои люди! Мои народ! Народ Мой!» И Он указывает на Иерусалим. И очень четко видно, что у Него особое место в сердце занимает этот народ. Его сердце к сердце Отца. Это то, что не еврейской составляющей церкви необходимо понять и уразуметь. То же самое мы видим в Захарии 2.8. «Ибо так говорит Господь Цваот. Для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас. Ибо касающийся вас, Израиль, касается зеницы ока Его». Это утверждение очень сильной привязанности. Сын говорит от имени Отца, провозглашая следующие вещи. Вот для чего я был послан сюда. И отчасти ради того, чтобы придти за народами, которые грабили вас. Но именно здесь описана причина. Потому что Израиль как зеница ока Отца. Подумайте о языке или оборотах, которые Господь использует здесь, чтобы донести это всем нам, чтобы помочь нам осознать Его вечную глубокую любовь, Его любящее сердце в отношении Израиля. Теперь давайте поговорим о Сыне. Это фактически мои любимые места Писания и мы обратимся к Новому Завету. А также будут отрывки и Истанаха. Новый Завет, Матфея 23 глава. Откройте, если хотите. Послушайте слова, которые произносит Яшуа. Это Его слова? Матфея 23 глава, 37 стих. Вот что он говорит. Иерушалаем, Иерушалаем, ты убиваешь пророков, побиваешь камнями тех, кого я посылаю тебе. Сколько раз я хотел собрать твоих детей подобно тому, как наседка собирает цыплят под своими крыльями. Но вы отказались. Это его сердце. Иерушалаем, народ Израиля, я мечтаю о том, чтобы вы поняли все, что я делаю, и осознали, насколько глубока моя любовь к вам. Я желал страстно собрать вас всех обратно к себе. Но вы не желали этого сами. Давайте посмотрим, что говорится в Танахе. Исайя 49 глава, стих 14. «А говорил Цион, оставил меня Господь, и забыл меня Господь. Забудет ли женщина младенца своего, не желая сына чрева своего?» Это говорит сын. «Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего?» «Даже эти и даже эти матери могут сделать подобное», — говорит Господь. «И эти могут забыть. Но я не забуду тебя». «Я не забуду тебя. Ведь на ладонях начертал я тебя. Я написал тебя, твои имена на своих ладонях. Скены твои всегда или постоянно передо мной», — говорит Господь. Подумайте об этом. Ишуа, еще до того, как он получил шрамы на своих ладонях, он смотрит на Израиль. И он говорит, «Однажды вы взглянете на это, на ладони. Однажды вы увидите мои ладони и увидите шрамы на них. Но я хочу, чтобы вы знали, что, видя это, когда вы смотрите на ладони, вы видите мои руки, мои шрамы. Но когда я смотрю на эти шрамы, я вижу вас, ваши имена. Я сделал это ради вас». На самом деле есть еще огромное множество подобных мест Писаний. И я уверен, что мы все хорошо знакомы с этими местами Писаний. Я думаю, что некоторые даже знают их лучше, чем я их знаю. Но я хотел бы продемонстрировать очень важную причину, которая кроется за всем этим. Почему я собрал все эти местописания и показываю сердце Отца, Сына и Духа? Потому что это очень важное отношение между Израилем и Церковью. Неделю назад я праздновал двадцатую годовщину своего брака. Мы с женой пошли на ужин, праздновали, праздновали наши двадцатилетия вместе. Мы смеялись над забавными моментами, которые были у нас в жизни, и обсуждали те трудности, которые мы проходили вместе, радуясь забавным вещам и великим вещам. И одна из таких забавных вещей было то, что я построил курятник. И причина была в том, что однажды, много лет назад, жена сказала, «Слушай, я так люблю цыплят». Я сказал, «Да ладно, серьезно?» Я спросил, «Слушай, а у тебя когда-то куры были вообще?» Она говорит, «Нет, но я люблю курей. Я хочу, чтобы у меня были курочки, цыплята». Она спросила, «А как ты относишься вообще к курочкам?» «Да мне как-то, знаешь, все равно в отношении курочек. Вообще я яйца есть люблю, конечно, но вот куры мне не нужны дома». Она сказала, «Нет, вот слушай, я хочу, чтобы у нас были куры. Если вы уже находитесь в браке, вы понимаете, что это похоже на правду». Есть у нас одна фраза, которую мы часто пользуемся в США, и гласит она так, «Если мама несчастлива, то никто несчастлив». Когда мне моя жена заявила, «Детка, я хочу курей», вот какова была моя реакция на все это. Я, например, ничего не знаю о курах, но я буду изучать, как иметь кур, как за ними ухаживать, чтобы у нас себе на заднем дворе были курочки. Я купил свои любимые 30 курочек и построил для них огромный курятник. Да, но почему я так сделал? Вы меня спросите, как это вообще относится к тому, что мы сейчас читали в Писании? Это об одном и том же. Слушайте, когда вы влюблены, что бы не любил тот человек, которого вы любите, в итоге, и я не говорю, что сразу на следующий день, но в итоге, когда вы любите кого-то, все, что бы они не любили, или кого бы они не любили, в итоге, вы полюбите то же самое, что любит ваш возлюбленный или возлюбленная. Это то, что я верю, Господь хочет донести нам через свое слово. Престон, это имеет огромную роль, огромное значение для меня. Эти люди важны для меня. Я люблю их. Я их просто обожаю. И если ты любишь меня, если ты говоришь, что ты любишь мое сердце, всем своим сердцем, и я считаю, что это особенно обращение к церкви нееврейской, то Господь говорит, если любите меня, если любите меня всем сердцем вашим, тогда вам лучше любить то, что люблю я. Не подумайте, конечно, я не сравниваю еврейский народ с курочками. Я хочу только показать, что это принцип, который показывает, как действует любовь. Я не понимал этого, когда был моложе. Я не понимал, что значит любить еврейский народ. Большинство учений, которые я слышал тогда, говорили о том, что вот смотри, Бытие 12 глава, там говорится о благословении, что я благословлю тебя, если будешь благословлять Израиль. Это неплохо, но также, с другой стороны, это не любовь. Делай это, и тогда получишь вот это. Это благословение, но не так работает любовь. Когда я стал старше и стал углубляться в Божье Слово, стало невозможным просто пропускать или игнорировать тот факт, что Господь, Он посвящает Себя народу Израиля, еврейскому народу, а не зеница Его ока. Итак, причина, по которой взаимоотношения между Израилем и Церковью так важны, потому что это в сердце Бога. Теперь вторая большая и важная вещь или причина, почему эти отношения так важны. Просто потому что это Божий план. Это не просто Божье сердце, это Его план. Я думаю, что есть много восприятий того, как выглядит Божий план, и то, как использованы будут эти взаимоотношения между Церковью и Израилем. Но я бы хотел остановиться на двух направлениях, которые, как я верю, будут реализованы в Божьем плане. Первое, я верю, что Господь хочет открыть Свою силу через наше единство, через единство между евреями и неевреями, между Церковью и Израилем. Я не говорю об Экклесии, потому что Экклесия – это один новый единый человек. Мы еще прочтем это во второй главе Ефесянам. Я, как нееврей, говорю следующее, что частью Божьего плана – явить свое могущество через наше единство. Ефесянам 2 глава, и давайте прочтем это все вместе. Суть 14 стиха. «Ибо Он сам наш шалом. Он, Яшуа, сделал нас обоих одним целым, евреев и неевреев, и разрушил преграду, разделявшую нас». Некоторые переводы даже говорят, что там используется не слово «стена», а «вражда». «Уничтожив, или разорвав, или покончив, полностью очистив в собственном теле вражду». Яшуа в себе, в собственном теле, уничтожил вражду. Или расстояние, или вот эта вот пропасть, нены, разделение, нехватку любви. Яшуа уничтожил это в своем теле, то, что порождено было заповедью, которые даны были в форме приказаний. Он совершил это, чтобы из двух групп создать в союзе с самим собой новое единое человечество, и таким образом принести шалом, а также чтобы примирить с Богом и тех и других в едином теле посредством своей смерти на стойке казни, которую он принял как преступник, тем самым убив в самом себе эту вражду. Он уничтожил эту вражду в себе самому. 17 стих говорит о том, что он пришел к вам, которые были далеки. Это обращение к неевреям, к язычникам, а также проповедовать тем, кто рядом, говоря о евреях. И вот 18 стих, где в некоторых переводах мы видим Отца, Сына и Святого Духа. Стих 18. Возвестив о том, что через Него, через Яшуа Машиаха, все мы имеем доступ к Отцу в едином Духе. Вот это как раз образ того единства. Мы также поговорим о том, как чудесным, божественным образом осуществляется это единство между двумя вот этими группами народов. Где-то, может быть, это будет довольно неприятно и болезненно, но это часть Божьего плана. Чтобы весь мир посмотрел на то, что многие называют такой изначальной или подсознательной ненавистью. А именно ненавистью к еврейскому народу, которую имеют многие народы на этой земле. Но я верю, что частью восстановления земли, которая соответствует Божьему плану, является единение этих двух групп людей. Таким образом, таким чудесным, неповторимым, невероятным образом, что единственным объяснением будет только сам Господь, а не одна из этих двух групп людей. Если бы мы хотели, мы бы могли разбить мысленно храм на несколько частей. Храм в Иерусалиме. И там была стена во дворе язычников, довольно высокая, которая препятствовала язычникам входить в сам храм. То есть, по сути, язычники даже не могли приближаться к самому святому месту. Потому что эта стена разделяла двор язычников и двор женщин и не позволяла им входить в святое место. И вот какое было пояснение, какое было утверждение, которое объясняло или было адресовано язычникам. Если вы преодолеете эту стену, эту стену разделения или стену вражды, если вы пройдете это, тогда вы сами себя обрекаете своим поступком на немедленную смерть. Это всего лишь один из примеров, очень маленький пример того разделения, которое существовало между двумя народами. И, конечно, оно началось еще со времен потомков Авраама, со времен появления детей у Авраама. Это началось между Ицхаком и Ишмаэлем, между Яковом и Исавом, внуками Авраама. Это вражда, эта стена вражды существовала тысячи лет. Но возможно ли так, что Господь допустил такую глубинную вражду? Поэтому, когда Ишуа пришел, когда Он пришел на землю, Он смог бы положить конец силе этой вражды, чтобы в грядущие дни весь мир мог посмотреть и увидеть вот это единение в Экклесии между евреями и неевреями. И когда они спросят, как такое вообще могло произойти или случиться? Ответом будет Господь Бог. Сам Господь сделал это. Он создал единство из двух совершенно разных частей, разных народов, которые были разделены. И вот второе направление Божьего плана, о котором я хочу поговорить, это чтобы проявить любовь свою через нас, я говорю как нееврей, через наше принятие. Давайте вернемся к Римлянам 11 главе, если вы там сделали закладку. Мы сейчас прочтем несколько отрывков, и мы еще будем обращаться к этому месту Писания, даже если будем переключаться на другие отрывки. Итак, Римлянам 11 глава. И это такой отрывок, который особенно в западном мире, который часто пропускается или игнорируется верующими, но он так важен для верующих неевреев, для понимания Божьего сердца в отношении Израиля. Ибо невозможно понять Божий план касательно того, как он хочет соединить эти два народа вместе, если вы пропускаете Римлянам 9, 10, 11. Но, к сожалению, во множестве церквей нееврейских это именно и делается. И Римлянам с 1 по 8 главы они просто зачитываются. И Римлянам с 9 по 11 главы вообще так сильно внимания не уделяется. Сразу переключается на 12 главу послания к Римлянам. Однако же необходимо погружаться в эти отрывки и особенно в 11 главы послания. Я думаю, что там мы видим Божий план и его окончательную цель в этих взаимоотношениях. И Римлянам 11, 11 стих. Давайте прочтем их. В таком случае, говорит Павел по вдохновению от Святого Духа, говорю я, не споткнулись ли они, говоря об Израиле и о еврейском народе, чтобы отпасть навсегда? Да запретят небеса. Давайте сделаем паузу в отношении Римлянам 11 и поговорим о Павле. Павел доносит определенную мысль, как я верю, на века вперед, говоря следующее. Для тех, кто в итоге будет веровать, кто будет считать, что Бог закончил свою историю с Израилем, что Израиль потерял благословение, что они потеряли место в Божьем плане искупления, Павел по вдохновению от Духа Святого в Римлянам 11 говорит, «Да запретят небеса». Конечно, нет. То есть, это невозможно. Такого просто не может произойти. Напротив, именно благодаря тому, что они приткнулись, избавление пришло к язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Я знаю, что вам известен этот отрывок, но также я знаю, что вам это очень важно. Для меня это также важно, потому что это важно для самого Господа. Но я также хотел вам дать такой, своего рода, простой пример в общении, основываясь на Римлянам 11 главе, чисто и с нееврейской точки зрения. Возможно, вы верующий еврей, но я хочу вам дать восприятие со стороны нееврея на 11 главу римлянам, как будто это общение между Богом и человеком, но именно с нееврейской точки зрения, так как я сам не являюсь евреем. Я персонализирую этот отрывок, как будто бы это послание было написано чисто ко мне, как нееврею, верующему в Яшуа. Представим, что Господь Бог обращается ко мне вот этими словами из Римлянам 11 главы. Престон, слушай, я хочу, чтобы ты кое-что знал. Мое сердце в том, чтобы никто, ни один человек не погиб. Я желаю, чтобы весь мир был спасен. Вот это суть моего сердца. Я хочу, чтобы весь мир знал мою любовь. И поэтому я разработал особый план. Я выбрал человека по имени Авраам. И я решил от него произвести целый народ. Это народ, который называется Израиль. И я дал Аврааму обещание, Престон. Это обещание, которое я обязательно исполню. Все мои обещания исполнятся. Итак, вот мой план. Я хочу явить свою любовь всему миру. Потому что в этом мое сердце, чтобы они ощутили мою любовь. Мой план в том, чтобы люди ощутили мою любовь. По этой причине я выбрал народ Израиля. Как объект моей любви, моей привязанности. Престон, послушай, я знал, что они повернутся ко мне спиной. Я знаю, что они будут отвергать меня. Но часть моего плана в том, что я хочу, чтобы вся земля увидела. Вот как выглядит моя любовь. Я все равно и все еще люблю их. Они все еще являются моим особым сокровищем. Но, Престон, они решили отвергнуть меня. Поэтому я запустил вторую фазу исполнения моего плана. И это как раз ты, как часть не еврейского народа. Не еврей. Престон, послушай, я сейчас хочу явить мою любовь народу Израиля через тебя, через язычников. Господь, но как ты покажешь свою любовь к ним, любя нас? Мне кажется, на основании Римлянам 11 главы разговор примерно был бы такой. Престон, евреи будут смотреть на тебя и на подобных тебе, и они будут знать кое-что. Патриархи вам не принадлежат. Заповеди Господа не принадлежат вам. Мессия вам не принадлежит. Он не пришел, будучи из вашей этнической группы. И это, например, вот в Римлянам 9-4. Там говорится о славе Божьей и о перечислениях, которые там происходят. Итак, Престон, евреи посмотрят на вас и скажут, послушай, но ничего из перечисленного не принадлежит им. И при этом они увидят, как сильно я люблю вас тоже. Они будут смотреть, и это мой план, Престон. Они будут смотреть и видеть, как я люблю вас, и они станут ревновать поэтому, чтобы воззвать вновь и получить вновь мою истинную любовь к ним, в частности. Вот это и есть Божий план. Показать свою любовь по всей земле, всему человечеству. Он не в том, чтобы просто соединить евреев и неевреев, но чтобы в этом единстве использовать и евреев, и неевреев вместе, в единении и являть свое искупление. И любовь к другим. Это и есть Божий план. И этот план включает народ Израиля, а также неевреев, церковь, неевреев, уверовавших в Иешуа Мессию. И вот третья глобальная вещь, которая делает эти взаимоотношения очень важными. Это наше прошлое. Это наше прошлое. И я сознательно не буду удивлять большое количество времени вот этому отрывку, потому что это довольно тяжело. Для того, чтобы понять, каким чудесным образом вот это вот произойдет взаимение экклесии между евреями, верующими в Иешуа, и неевреями, верующими в Иешуа, чтобы понять, как чудесно это будет в итоге, нам нужно понять и немного углубиться в историю всего происходящего, в частности в историю церкви, не еврейской церкви. И здесь вот самое простое определение, которое только можно дать в отношении антисемитизма, это враждебность или предубежденность в отношении еврейского народа. К большому сожалению, это вещь, которая существовала на земле несколько тысяч лет, и существует до сих пор. В Деяниях 15 главе мы читаем о Иерусалимском соборе. Это даже не спустя 20 лет после смерти, погребения и воскресения Иешуа. Именно в Иерусалимском соборе мы читаем о некоторых трениях или ссорах, которые происходят между евреями и неевреями. И евреи, смотря на неевреев, говорили, что вы должны быть обращены в иудаизм. И так как все больше неевреев становилось верующими, эта группа становилась больше, преобладала. Они смотрели на евреев, и их становилось больше, и вот они задумывали и говорили, да нет, послушайте, лучше вы будьте как мы. И началось вот это разделение, которое мы видим в Иерусалимском соборе. И это разделение усугублялось и становилось все хуже и хуже за последующие сотни лет. Ранее христианская доктрина вот чему учила, что именно евреи убили Иисуса. Когда мы говорим о самой сути, о самой сердцевине антисемитизма, то основа этого всего или опять же сердцевина этого всего, вот это вот именно поверье. Но это ложное поверье в то, что именно евреи убили Иисуса, распяли Иисуса. Конечно, в этом были замешаны евреи, я имею в виду распятие Ишуа. Но Пилат, например, он вообще не еврей. Римские солдаты, они не были евреями. Даже с теологической точки зрения, и вы скорее всего об этом знаете, чисто технически, это неважно, евреи, не евреи, те, кто убили Ишуа. Это мой грех на самом деле. И я хочу это персонализировать. Не просто сказав, что это наши грехи, мой грех убил Ишуа. Никак не еврейский народ. Они были частью толпы, возможно. Но он собирался умереть именно по причине моего греха. Не только из-за них. Потом мы идем дальше. Немножко вглубь. После Иерусалимского собора, после всех этих ссор, все стало еще хуже. Распространение касается Рима, Европы, и мы видим культуру, веру, которая выражается примерно вот следующим образом. Любой еврей, который не обратится в христианство, является слугой антихриста. Об этом учили. В домах, где должно быть поклонение, это провозглашали во имя Господа. Учили о том, что если еврей не обратится в христианство, тогда его можно считать слугой антихриста, что такой человек работает на антихриста. Перемотаем вперед. Я не буду останавливаться на каждом веке. Перейдем к 16 веку сразу. Мартин Лютер в последние три года своей жизни, в последние вот годы своей жизни он пишет книгу, которая называется «О евреях и их лжи». И эта книга исполнена просто глубочайшей ненавистью к евреям. Я вам зачитаю некоторые отрывки. И эта личность считается отцом реформации и не еврейской церкви в Европе и в западном мире. Послушайте просто несколько вещей, которые он утверждает, но которые вообще не соотносятся с Божьим сердцем. И речь о народе Израиля. И вот что он пишет. Что же нам делать с этими отверженными и проклятыми людьми, с евреями? Лютер говорит, отвечает, «Прежде всего сожгите их синагоги или школы. Это должно делаться во имя нашего Господа и во имя Его Царства и христианства, чтобы Господь увидел, что мы христиане». Это довольно серьезная вещь. Это говорит Лютер. Вот какое свидетельство о нас будет перед Богом, что мы христиане, когда мы будем ненавидеть евреев. Во-вторых, я настоятельно рекомендую, чтобы их дома, дома евреев, также будут разграблены и уничтожены. Третье. Я советую, чтобы все их молитвенные книги и талмуды, в которых содержится ложь и проклятие и идолопоклонство, чтобы они были изъяты у них. То есть, Слово Божье у них изъять? Четвертое. Я настоятельно рекомендую, чтобы раввины под страхом смерти или увечья перестали учить. Лютер говорит, они потеряют свои жизни, и мы должны еще запретить раввинам утешать их и учить их под страхом потери жизни или конечностей. Пятое. Я советую, чтобы вообще безопасность на дорогах, на путях для евреев была аннулирована, и чтобы у них не было никаких дел в сельской местности. Шестое. Я советую, чтобы ростовщичество было запрещено для них, и чтобы любые ценности, будь то серебро, золото, было отобрано у них. И дальше он продолжает, и чтобы никто не думал даже возвращать им это, пока они не обратятся в христианство. Седьмое. Я рекомендую, чтобы им в руки дали цепи, топоры, орала, вилы, грабли в руки молодых евреев и евреек, и чтобы они могли зарабатывать себе на хлеб в поте своего лица. Но если мы боимся, что они могут нанести вред нам, нашим женам, детям или слугам, или скоту, тогда давайте воспользуемся здравым смыслом на примере других стран, Испании, Франции, Богемии, и исторгнем их навсегда из этой страны. Пожалуйста, услышьте мое сердце. Я не хочу проливать свет на боль, но все же я хотел бы пролить свет на проблему. О том, что часть вот этого вот основания, фундамента, которое было заложено, которое было построено, особенно в западном мире, в церкви, во имя Господа, в этом основании присутствует не просто какой-то горький привкус, но глубокая мерзость и ненависть в отношении еврейского народа. К сожалению, это очень большая часть прошлого, прошлой истории, истории взаимоотношений между евреями и неевреями тоже. Нет даже никакой нужды в том, чтобы продолжать и рассказывать о том, что происходило в конце 19 века. И рассказывать о погромах, я думаю, вы об этом знаете. Поймите и помните то, что происходило ранее, в конце 19-го, начале 20 века. Это были погромы, например, в царской России, в частности, в Одессе. Евреев просто вытаскивали из их синагог, многих просто убили. Это была настоящая резня. И на самом высоком уровне именно церковь играла в этом ключевую роль. Если мы собираемся восстановить взаимоотношения, мы должны понять прошлые проблемы и ту боль, которая за ними стоит во всех этих взаимоотношениях. И огромный вопрос, почему эта боль вообще существует до сих пор? Откуда она исходит? Я думаю, что самый простой ответ – это из гордости. Источником этого является простая гордость, которая идет рука об руку с чувством незащищенности. Я думаю, что в итоге причина, по которой существовало так много ненависти в отношении евреев в течение стольких лет на земле, в том, что Господь смотрел на этот народ и называл этот народ своим сокровищем, своим особенным народом. Римлянам 11 глава, 17 стих. Это обращение Павла. Это обращение его именно к этой гордости. Он говорит, но если некоторые из ветвей от дерева Авраама, а именно народ Израиля, отломились, а ты или вы, язычники, дикая маслина, то есть от дерева, которое другое, был привит посреди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины, то есть благословение Авраама. Ты получаешь то же питание, богатое питание от корня, от особенной Божьей маслины. Однако не хвались. И это обращение ко мне в частности и ко всем неевреям. Ты не должен хвалиться тем, что ты привился на место ветвей, которые были отломаны, потому что ты всего лишь ветвь, а не корень. Павел идет дальше, и я вновь это персонализирую. Слушай, твоя ветвь может быть так же удалена, как и их ветви. Тебе не стоит ходить в гордости, потому что гордость приведет к ненависти. Что же это такое? То, что мы сейчас прочитали, то есть Писание говорит, что это станет причиной того, что евреи и неевреи станут едиными. И это единство в нем, именно в Яшуа Хамашиахе. Потому что он сказал, я путь. Я делаю единого человека из двоих. Одну новую личность, которая может существовать. Это я, Яшуа. Это не прерогатива евреев или неевреев. Итак, если эти взаимоотношения, или когда эти взаимоотношения между неевреями, то есть церковью и евреями, будет восстановлено, то только через смиренное покаяние. И я хочу настоятельно сказать кое-что. Так как это связано с грехом напрямую, одни только угрызения совести, их недостаточно. Должно иметь место настоящее покаяние. Окей, вы, возможно, подумаете следующее. Престон, зачем ты так далеко зашел и начал рассказывать вот это все? Говорить о такой ужасной ненависти, которая привела к массовому геноциду и убийствам. И привело в итоге к Холокосту. Но вы знаете, на Западе, в западном мире, очень многие считают, что Холокост именно это начало ненависти к еврейскому народу. Но послушайте, эта ненависть, она зародилась сотни, сотни, сотни лет до того. На самом высоком уровне и в самых мерзостных проявлениях. Вы можете все же задаться вопросом, ну хорошо, Престон, но зачем ты все это рассказываешь? Еще и в таких подробностях. Вот почему. Вот что такое покаяние. Это совершенная перемена направления движения. Если направление движения нееврейского мира, нееврейской церкви в определенные периоды заключалось в том, чтобы иметь ненависть к еврейскому народу, к Израилю, то вот как выглядит покаяние. Это движение в противоположную сторону. Это любовь. Одна из самых великих причин, почему отношения между евреями и неевреями настолько важны. Именно по причине прошлой истории, их взаимоотношений. И вот, наконец, четвертая вещь, глобальная вещь, о которой я хотел сказать. Эти взаимоотношения так важны по причине будущего. И это замечательные новости. Это благая весть, и этим я закончу. Римлянам 11, 14 стих. Даже с 13 стиха. «Однако вам, язычники, скажу следующее». Это говорит апостол Павел. «В силу того, что сам я посланник, направленный к язычникам, я рассказываю всюду о важности моего труда в надежде, что мне удастся возбудить ревность у некоторых представителей моего народа и спасти некоторых из них. Ведь если отвержение Ишуа с их стороны, то есть со стороны еврейского народа, несет примирение миру, то есть достигается таким образом цель о том, что искуплен будет весь мир и любовь Божья и зальется для всех, то что же принесет принятие со стороны как раз Израиля? Это будет жизнь из мертвых. Я знаю, что вы это знаете, вы запоминали этот стих. Но я хочу напомнить нам всем. Мы еще не наблюдали того, как эта игра разворачивается и заканчивается в нашей истории. Почему? Потому что мы еще увидим, как весь Израиль спасется. Я вновь хочу это персонализировать и упростить. В 11 главе римлянам, как будто говорится, говорит Бог, Престон, если спасение было даровано тебе, потому что евреи отвергли Ишуа, ты можешь себе представить вообще, Престон, насколько большим благом это будет для всей земли, когда еврейский народ вернется к Господу? Когда они уверуют и признают и примут, что Ишуа есть Машиах, Престон, это будет жизнь из мертвых. Вот это и будет конец игры. А церковь и Израиль будут настолько едины в своей любви вокруг того, кого они будут любить, вокруг любви к Ишуа Машиаху. И вся земля не потеряет ни кусочка, ни капельки Божьей любви, но каждый будет ощущать ее лицом к лицу. И в итоге весь Израиль получит спасение. Моя молитва о вас, моя молитва о себе самом и обо всех нас, что мы будем любить того, кого мы должны любить, Господа, так сильно, а поэтому мы будем любить то, что Он любит и тех, кого Он любит. И если есть что-то важное для Него, это станет таким же важным и для нас самих. Моя молитва о вас. И я этим закончу. Господь, благодарю Тебя за каждого человека, который присутствовал в это время вместе со мной. Господь, я прошу, чтобы Ты благословил их. Я молю о том, что если это верующие евреи, верующие в Ишуа, открой небесные окна и благослови их всяким благословением в каждой сфере их жизни. Я молю, что если это не евреи, верующие в Ишуа, чтобы они увидели те грани Твоего сердца, которые направлены народу Израиля. Господь, открой их глаза, если до этого момента они были закрытыми или открыт Ты только отчасти. Господь, открой их глаза и наполни их топливом, наполни их бензином, чтобы их огонь любви к Тебе горел, и чтобы они любили все то, что любишь Ты, и чтобы их волновало и беспокоило то, что волнует Тебя, Господь. Возьми нас обоих, евреев и неевреев, соедини нас вместе воедино, как Экклесию, чтобы Твоя любовь распространялась до концов земли, и чтобы каждый ощутил ее, Твою любовь. Во имя Ишуа. Амин. Спасибо, что позволили присоединиться к Вам. Молюсь о благословениях Божьих на Вас и всех тех, кого Вы любите. Мы любим Вас. Молюсь о благословениях Божьих на Вас и всех тех, кого Вы любите. Молюсь о благословении. Субтитры создавал DimaTorzok